Поправки 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 В этом выступлении президента это на наш взгляд очень необходимые меры по обребле с коррупцией, потому что коррупция это одна из страшных бед Российской Федерации, буквально накануне перед этим посланием Кудрин, глава счетной палаты, отчитывался перед президентом и сказал, что коррупция сегодня съедает, мягко говоря, из бюджета страны триллионы рублей. Бороться с ней необходимо, поэтому фракции сегодня в том числе будет внесен в законопроект и, мы надеемся, будет рассмотрен о конфискации имущества коррупционеров. Достаточно эффективная мера, которая работает во многих странах, точно так же, как нами внесен и пока не рассмотрен законопроект о ратификации 20-й статьи Конвенции ООН в международном документе, направленном на борьбу с этим незаконным обогащением, с коррумпированными чиновниками. Потому что смотреть сегодня и наблюдать по телевизору, как у очередного полковника или генерала из квартиры вывозят тоннами деньги, это уже никуда не годится. Естественно, это подрывает сегодня и доверие граждан к институтам государственной власти в целом. Кроме того, сегодня в третьем чтении будет рассмотрен законопроект, который наводит несколько порядок в сфере медицинского страхования. В частности, он запрещает страховым компаниям получать сэкономленные средства. До 10% по действующему законодательству страховые компании сэкономленных средств могут направлять на свое содержание. По большому счету, мы еще раз повторяем, что страховые компании не играют никакой функции в системе здравоохранения Российской Федерации. Их функция чисто посредническая передача денег от федерального или территориального фонда непосредственно лечебные учреждения. Поэтому никакой обиды не будет, если они будут сокращены. Более того, будет достигнута соответствующая экономия, которую можно будет пустить в дело. Это совершенно важно, тем более мы считаем, что по большому счету медицина не может быть сегодня Ульяновской, Московской, Сахалинской или Липецкой. Медицина должна быть государственной, система должна быть выстроена целиком во всей стране. Как по линии медицинского страхования, по линии Федерального фонда обязательного медицинского страхования с лишением самостоятельности, излишней самостоятельности территориальных фондов, так и по линии предоставления услуг. Граждане Российской Федерации, проживающие на периферии, проживающие, как мы сегодня говорим, в глубинке, имеют точно такие же права на получение нормального и качественного медицинского обслуживания, как и жители столицы. А сегодня это фактически две страны. Когда в Москве человек имеет право и может получить реально лекарства необходимые для лечения того или иного заболевания, к сожалению, во многих регионах ему отказываются в получении жизненно необходимых лекарств, от которых напрямую зависит сегодня и качество жизни, и зачастую и сама возможность выжить. Эти диспропорции необходимо срочно устранять, если мы хотим жить, опять повторяюсь, справедливой, честной и единой по своим социальным подходам стране. Спасибо. Сегодня, уважаемые коллеги, памятный день 96-го годовщина со дня смерти Владимира Ленина, основателя нашего современного, как вы понимаете, советского государства и первого руководителя советского правительства. Сегодня фракции в полном составе вместе с представителями Компартии Российской Федерации, сторонниками партии и патриотами сейчас находятся на Красной площади. Мы, как представители фракции, остались здесь с тем, чтобы встретиться с вами и доложить, как фракция будет сегодня работать. Сегодня для нас, с точки зрения законотворчества, большой день. 11 законопроектов, разработанных по инициативе фракции, выносятся на обсуждение пленарного заседания. Правда, мы не можем гарантировать, что все из них будут рассмотрены, но тем не менее, что 11 законопроектов фракции сегодня будет обсуждаться, настраивать фракцию на большую, объемную, напряженную работу. И хотел бы как раз об этих законах, об их содержании несколько слов сказать. Прежде всего, идя на встречу 75-й годовщине Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной Войне, мы вносим очередной в восьмой раз закон «Дети войны», где предполагается учредить в числе ветеранов такую категорию, как категория «Дети войны» и установить соответствующие льготы и поддержку социальную со стороны федерального и регионального бюджета. Партия над этим давно работает, 28 фракций КПРФ в 28 регионах сумели поддержать этот закон, и он принят и действует в регионах, включая город Москву. Остальные регионы, более всего дотационные, они не могут принимать эти законы. Поэтому мы хотим, уважив напряженную работу детей войны, подростков, которые пережили трудные условия Великой Отечественной Войны и при этом помогали фронту и тылу, принять такой закон. Это действительно гуманная такая акция. Одновременно мы хотим опять вернуться к пенсионным законам. Есть закон, проект закона о том, чтобы установить мораторий на повышение пенсионного возраста, который был ранее 60 для мужчин, 55 для женщин, до 2030 года, то есть до того момента, пока наша экономика не выйдет на высокие темпы экономического, социального развития, создадутся все условия к тому, чтобы сохранить этот пенсионный возраст и далее. Вместе с тем мы также внесли законопроект, который предполагает увеличить финансирование обязательного пенсионного страхования через механизм отмены предельной величины обязательных отчислений в пенсионный фонд. На сегодня, начиная с 2017 года, действует норма, что из общего фонда оплаты труда по каждому предприятию, каждой организации пенсионный фонд отчисляется 22%. Но при этом для высоких заработков установлена такая предельная величина, которая определяется средней заработной платой по Российской Федерации, умноженная на 12 месяцев, чтобы на годовые значения выйти. Ну и в налоговом кодексе есть коэффициенты повышения. И сегодня эта сумма на 2020 год ограничивается 1 миллион 170 тысяч рублей. До этой суммы пенсионное страхование 22% направляется, а выше этой суммы 10%. Таким образом, получается, что те люди, которые имеют высокие доходы, они только 10% своих, в общем-то, фондов направляют в пенсионный фонд. Мы считаем это несправедливо. Мы предлагаем сделать плоскую шкалу 22%, отменив вот это предельное значение. По нашим расчетам, по актуарным методам расчета, актуарный метод расчет, это расчет с применением математических методов, мы нашли общую сумму, которая возможно дополнительно прирастить в пенсионный фонд. Это порядка 368 миллиардов рублей по условиям 2020 года, а по мере повышения возрастания средней заработной платы по России, естественно, эта сумма будет увеличиваться. То есть, если за счет НДС где-то 600-650 миллиардов дополнительно изъяли у населения, мы предлагаем, наоборот, богатых 368 миллиардов рублей направить в пенсионный фонд, тогда сразу истекают и прекращаются те самые условия, что необходимо повышать пенсионный возраст или решить вопросы по повышению размера пенсионных выплат. И эти законы, они два закона, действительно очень нужны стране и, прежде всего, пенсионерам-ветеранам. Мы сегодня вот их как раз будем вводить. Одновременно, вот задайте себе вопрос, почему законы приватизации принят давным-давно еще, в начале 90-х годов, а закона национализации до сих пор нет? Но это вот диалектика говорит о том, что если один процесс есть в одну сторону, то должен быть обратный, в общем-то, процесс. Поэтому мы уже который раз будем вновь и вносим законопроект о национализации, мы считаем, что народ России должен иметь свою долю в целом национальном богатстве. Ну а через национализацию как раз и заработать этот механизм. Мы считаем, что природные ресурсы действительно могут быть национализированы, как в других странах, с тем, чтобы в самом процесс национализации способствовал повышению эффективности общественного производства. Потому что это как бы, когда говорят, что только частные предприятия работают эффективно с этими, и как согласиться нельзя, мировая экономическая практика говорит о том, что государственное предприятие, государственное собственность может работать в определенных условиях именно с точки зрения поддержки народа, и все более эффективно. Ну и завершая свое вступление по сегодняшнему дню, хотел бы сказать, что также внесен законопроект о том, чтобы привести к ответственности государственных муниципальных служб, которые высказываются, мы видим на телевидении других средствах массовой информации, в адрес разных социальных групп, мы считаем это недопустимо, и такие вещи дальше проводить нельзя. Вносим законопроект о том, чтобы освободить от контрольно-кассовой техники, прежде всего участников сезонных работ, ну и те самые доходы индивидуальных предпринимателей, которые не превышают 12-кратного размера прожительственного минимума. Таким образом, сегодня для фракции напряженный день. Были вопросы, когда мы здесь вот подходили, а как фракция будет вести себя, и как будет голосовать по поправкам в первом чтении к проекту Конституции. Фракция сегодня изучает этот вопрос, изучает также и общественное мнение, мнение наших низовых организаций, депутатов местного самоуправления. Пока мы еще свою позицию не определили, в среду будет фракция КПРФ, которая будет обсуждать этот вопрос. Спасибо за внимание.